Отголоски торговой блокады в столице. После вчерашних событий на Востоке и митинга, проведенного в центре столицы, противники разгона призвали своих единомышленников выйти на Майдан и сегодня, чтобы решить, что делать дальше. С нами на связи Александр Васильченко. Саша, здравствуй. Расскажи, какая ситуация сейчас? Собрались ли люди, чего они требуют? Тебе слово. Здравствуй, Екатерина. Мы сейчас находимся возле администрации президента. Да и здесь, со стороны Банковой и Лютеранской, перекрыты входы нацгвардейцами. Туда никого не пускают. Рядом стоят несколько автобусов, где, очевидно, находятся еще дополнительные силы. Ранние сторонники блокады нам сказали, что к администрации президента также пригнали и БТР. Но эта информация так и не подтвердилась. Полицейские, которые сейчас здесь присутствуют, эту ситуацию пока никак не комментируют. Желающие поддержать блокады оккупированных территорий на востоке страны, ближе к 7 часам вечера начали собираться на Майдане на залежности. Некоторые в камуфляжной форме. Хочу отметить, что в Киеве это уже второй день протеста. Это реакция на вчерашние события в Кривом Торце. Там при участии полиции и СБУ произошел силовой разгон блокады. Задержали 43 человека с оружием. Некоторые блокадники получили травмы. Сегодня в Киеве во второй половине дня пошел дождь. Значительно похолодало, но, как видим, это не помешало протестующим собраться в центре столицы. Сейчас уже их больше сотни. И требования свои они не изменили. Давайте послушаем прямую речь. Препините торговлю с оккупованным Донбасом, с оккупантами. Торгуют всем. Даже в обуховку туда завозят. В обуховку. Для того, чтобы они нас убивали. Сейчас перед протестующими выступает несколько нардепов. Среди них Егор Соболев. Напомню, именно Соболева на прошлой неделе вместе с блокадчиками из Канатопа в Сумской области прогнали жители. Местные заявили, люди в камуфляже с оружием пугают их детей. А самого Соболева обвинили в разжигании войны. Сейчас на самом Майдане за порядком следят несколько полицейских патрулей. Здесь усиленный режим охраны. Протест пока еще продолжается на главной площади страны. Но через какое-то время их участники, как и вчера, планируют идти к администрации президента. По словам самих протестующих, это акция бессрочная. Они уверяют, длиться она будет до тех пор, пока власти не выполняют требования блокадников. Мы остаемся на месте, будем следить за развитием событий. Екатерина. Саш, спасибо тебе за информацию. Это был Александр Васильченко. Он в эти минуты находится в центре столицы.